Добрый день. Добрый день. Мы про это говорили, что кажется человечество в каком-то смысле очень близко к тому, что одна ира вроде бы кончится. И как ваш взгляд на то, какой мог бы быть то, что будет следующее? И согласны ли вы с тем, что мы в такой момент в данной ситуации находимся? Добрый день. Узнав о приглашении на эту передачу, мне прежде всего понравилась тема. Она действительно очень глобальная. В какой-то мере она напоминает мне однажды услышанную информацию о произведении некоего американца Моуди, где в одной из книг своих он пробовал исследовать одно обстоятельство, связанное с жизнью человека. и называл книгу «Жизнь после жизни». Вот чем подразумевалось, а есть ли жизнь и какова она после факта смерти, хорошо известного человека, если подразумевать, что капитализм это то, что стремится утвердиться в человеческом обществе везде, то вполне можно рассматривать эту тему в определенной аналогии. А будет ли жизнь и какова она после гибели этой системы? Не думаю, что кто-то из вас сочтет умным утверждать, что капитализм это очень хорошо. Это то, что нужно человеку, и благодаря этому он может только вешать и развиваться, как и должен человеку развиваться на этой земле. Это не так, конечно же. То, что приходится наблюдать в развитии человеческого общества, можно наблюдать только в развитии болезни, причины для развития которой человек заложил с самого начала своего формирования на земле. Человеческое общество развивается совершенно на неверном принципе. В основе развития человеческого общества заложено эгоистическое начало, инстинкт. Хочется выжить. Человек боится остаться один, он боится быть последним. Включается механизм самовыживания. Но в отличие от животного, у человека это приобретает извращенные формы. И очень легко. Вот все это и любо в основу развития человеческого общества. Люди не живут друг с другом только лишь потому, что они любят друг друга. Они боятся остаться одним. Им хочется сбиться вместе в стаю. Не в коллектив людей, любящих, устремленных творить прекрасное, а в стаю, чтобы выжить. Когда окружающие рассматриваются как выгодный объект для себя. Не когда человек сам себя рассматривает, насколько он может быть полезен окружающим. А когда окружающих он рассматривает, насколько они ему выгодны. Это болезнь. Это страшная болезнь. И она однажды должна быть привести к устремленных по этому пути к гибели. Неизбежно. Это закон. И все, что вы сейчас наблюдаете, это плоды болезни. Кризисы, войны. Они естественны для пути, которые человек избрал. И если человек упорно продолжает в этом направлении идти, то очень глупо возмущаться о том, почему возникают войны. Как же так? Для чего? Почему? Искать виновного. Такой поиск виновного, величайшая глупость. Чтобы этого не было, надо в принципе поменять смысл своей жизни. Устремление своей. Поэтому, конечно же, то, что вы видите, должно закончить свое существование однажды обязательно. Чтобы после этого наступил период истинной жизни человека. Настоящей жизни. Ради которой он и был создан. И это уже тема, которую, конечно же, уже пора поднимать. Многочисленные вопросы осмысливать с разной стороны. И вот в данной теме, которая была поставлена автором этой передачи, я убедил как раз на эту своевременную важность. И с готовностью на это откликнулся. И жизнь, конечно же, будет впереди. Но она возможна только в одном случае. Когда произойдет серьезное переосмысление человеком ценностей, которые он до сих пор считал важными для себя. Только когда люди устремлятся друг к другу, в стремлении быть им полезными, ничего не ожидая взамен, тогда начнется начало развития, благоденствия. В другом случае этого не будет. И попытки выйти из создающихся кризисов иными какими-то методами, это ничего не приведет. Ничего не даст хорошего. Как, на Ваш взгляд, это переосмысление возможно на мирном пути? Очень хотелось бы, чтобы переход с одной ступени развития на какую-то качественную, более высокую ступень могло происходить посредством только лишь одного переосмысления, которое может человек сделать, однажды задумавшись. Но, к сожалению, это пока для человека невозможно. Он очень сильно боится. И общество, которое сформировалось в своем развитии, имеет очень серьезную инерцию, очень большую инерционную силу. Остановить не удастся за короткий период времени. Мечтая или полагая, что в массе своей представители человеческого общества приступят к переосмыслению жизненных задач. Так не получится, как бы этого ни хотелось. Значит, что-то должно будет остановить это происходящее. И одно из плодов, который может в этом случае проявиться, как следствие усилия человека, это, конечно же, серьезные ошибки, приводящие к войнам. И к тем психическим проявлениям, которые нельзя будет назвать, что они слабее той войны, где взрываются бомбы, стреляют пушки. Духовная слабость способна создавать очень большие негативные выбросы энергии, очень губительно влияющие на все живое на Земле. Рядом с негативно-мыслящим человеком будет вянуть растительность, будут плохо чувствовать себя животные. Это уже не является секретом. Человек обладает большой силой. если он продолжит сейчас бояться и мыслить неверно, психическое развитие будет очень сильно претерпевать деградацию. И страх человека будет порождать очень серьезные боя, как лавина, накрывающая всех вокруг где попадая под это поле. Человек боящийся будет еще больше проявлять свой страх. И думаю, вы встречаясь со своими ближними, знакомыми, слушая их, наблюдая непосредственно, можете отмечить информацию, как тяжело всем становится. Как будто какой-то камень начинает очень сильно давить человека. Это будет давать трагические последствия и давать по-нарастающей. Нельзя будет человека успокоить, дав ему побольше пищи или зрелищ. Это время уже отходит. Нужна духовная пища, а ее большой дефицит. Значит, война это инструмент Бога. согласно древним традициям можно было бы так сказать, но накопленный человеком опыт познания Божьего он во многом не верен. Никогда не было и не может быть воли Бога, чтобы была война, чтобы кто-то кого-то наказал. Даже если вы можете увидеть, что наказание как будто это бы необходимо, ведь наказывать могут преступника. Но в том-то и дело, что если мы говорим о законах Божьих, то Божьи никогда никого не наказывают. Никогда это невозможно. Такое и не нужно предполагать. Это будет большая ошибка. Но то, что делает человек, конечно же, участвуя в законах мира материи, оно обязательно соприкасается с законами мира материи, где включаются определенные механизмы, и тот, кто упорно устремлен делать нарушения в этих законах гармонии, в которых пребывает человек, обязательно должен будет столкнуться с обстоятельствами, которые его будут останавливать. И в этих механизмах, уже в этом инструменте законов мира материи, там отсутствует понятие «любовь, характерная именно чувственному проявлению человека». И ответ этих законов бывает очень суров. От этого начинают страдать не только взрослые, но и претерпевают величайшие страдания дети. Но это, я еще раз подчеркиваю, не Божье. Это законы материи, которые сам человек упорно стремится нарушить и, соответственно, вызывает ответ на ее реакцию. Какой вы видите роль политиков и в данной ситуации, и в будущем? это больше походит на игру. Когда на земле очень много разных спортивных команд, называвших себя разными государствами, и вот между этими командами надо договориться, когда они между собой постоянно соревнуются и хотят быть лучше других, и боятся соответственно других. И тогда родилась необходимость, как опять естественный плод заданных жизненных условий, где должна появиться группа лиц, которые будут умело, хитростью, порой коварством, но умело сглаживать острые моменты, возникающие между той иной спортивной командой. в нормальных условиях, когда должно построиться человеческое общество, это область жизнедеятельности, проявления как профессии человека, оно не может существовать, в принципе, это совершенно несуразно, но для того, что есть, оно уместно, там, где больное развитие, есть и больные отклонения, они видятся гармоничными для данного состояния, гармонии этого нельзя соотнести с гармонией. Так что вы не верите, что какой-нибудь поворот в обществе можно было бы сделать через плитку? Конечно же нет. Такой поворот сделать нельзя. Благоденствие человека заключено в его духовном формировании. то, что решается в правительстве, это, конечно же, по-своему хорошее устремление человека как-то разрешить проблему, связанную с жизнью окружающих. Это можно счесть до начала как нормальное явление, но оно не решает задачу, оно не может затрагивать смысловые особенности формирования человеческого общества. Это попытка сгладить то, что каждый днем в виде острых углов начинает выходить в жизнедеятельности человека, но где не трогается сама основа, на которой формируется человеческое общество. Поэтому, конечно же, если изначально понимать, что основа неверна, то такие косметические попытки сгладить что-то безобразно выросшее на теле какого-то организма, это не есть решение проблемное. Таким образом, можно что-то сгладить и отодвинуть на после. Срезав одну уродливую бородавку, вы отложите в рину, где она может быть даже гораздо более уродлива вырастет на другом месте, но не убирается сама болезнь. Поэтому, конечно же, так этого не сделать. Один возможность как объяснить того, как будет выглядеть следующая эра, это есть люди, которые используют слова как new enlightenment или новое просветление. Вы согласны с этим? Если так, можете ли немножко говорить про то, как вы видите, какой мог бы быть это новое? К просветлению человек двигался всегда и продолжает идти. Механизм, по которому выстроено движение человека и предусмотренное Богом, оно выстроено таким образом, что куда бы ни пошел человек, он обязательно пойдет к Богу. Это неизбежно. Такова особенность, очень интересная, очень важная. Поэтому, конечно же, время от времени, попадая в разные сложные условия, делая большие ошибки, постепенно накапливается опыт. Человек накапливает в своей душе очень важный опыт, который играет роль в его новом рождении. Каждый раз сказываясь и делая ребенка, у которого уже в душе может быть большой опыт, способен уже с рождения, с юных лет, внимательно, гораздо более глубоко переосмысливать то, что он начинает видеть. Это как раз очень важно. то, что время от времени можно встречать идеи, появляющиеся в разных человеческих обществах, в них можно уже смотреть очень интересные, но порой недостаточно своевременные. Поэтому оно могло легко угаснуть, но тем не менее опять приходит какое-то время, и в том ином месте на Земле можно увидеть опять очередного возбужденного человека, который горит желанием рассказать что-то очень прекрасное. И в том, что он говорит действительно, можно немало увидеть прогрессивного, интересного. Но, как правило, нередко это бывает не своевременно. Но сам факт появления таких обстоятельств уже говорит о том, что все-таки люди развиваются. И с каждым разом их понимание ценностей жизни становится все глубже и шире. Это очень важно, ибо в тот момент, когда потребуется пред человеком открыть необходимую какую-то широту истин Божиих, к этому часу должно созреть достаточное количество людей, которые смогут достаточно благоприятно принять эту истину и пытаться ее воплотить, утверждая на Земле для более интересного движения дальше. Если нет смысла тратить свою энергию в политике, то как тот человек, который видит надобность, чтобы менять что-то в своем жизни и как-то в лишнее общество, как вы видите, что он должен сделать? Если мы говорим о праведности жизни, то в какой-то мере уже можно сделать правильный вывод, учитывая то, что я вначале сказал, упоминая про эгоизм. Говорить о праведной жизни это подразумевать смиренное проявление своего естества. А это в свою очередь подразумевает, когда вы не носитесь с глобальными идеями и лозунгами, а меняете самих себя. То есть нужен ваш личный опыт. Меняя глубоко всесторонне самого себя, вы неизбежно меняете весь мир. И тут не требуется куда-то бежать, что-то отстаивать, возбужденно выкрикивая, даже порой хорошие слова. На самом деле это не требуется. И вот каждому нужно начать менять себя спокойно, основательно, не пытаясь что-то доказать другим. Вот с этого в общем-то и надо начать. Но все торопятся, всем хочется так много успеть, они все боятся, что жизнь пройдет, они так не успеют ничего значительного сделать. Но это опять же эгоизм. детский юношеский эгоизм хочется так много и ничего не получается. Такая поговорка есть. Хотелось как лучше, получилось как всегда. Не надо так глобально стремляться менять мир и ближних. Надо приступить и менять самих себя. И помнить, если вы действительно подразумеваете, что за всем, что с вами происходит, все-таки кто-то есть, есть кто-то дал вам жизнь и когда. Он присматривает за вашей жизнью. Значит, ваше смиренное усилие над собой, оно обязательно сыграет действительно глобальную роль. Вы сделаете как раз то, что именно от вас и требовалось. И это будет наиболее благоприятно, чтобы сыграть спасительную роль в жизни своих собратьев. А если заниматься только самой себя, как тогда справиться с глобальными проблемами, например, глобальное тепление? Как там кажется нужен какое-то коллективное дело? классативное дело? Если мои слова услышат только один человек, конечно, этого недостаточно. Но предполагается, что за это возьмутся многие. Это очень серьезно, способно поменять в тех явлениях, геофизических изменений в Земле, которые сейчас вы можете наблюдать, и они как-то странно, непредсказуемо происходят. Участие определенное можно в этом позитивное сыграть. Но основательно изменить происходящее явление будет нельзя. И это необходимо во благо того, что происходит на Земле. Ведь я уже упомянул, что-то должно остановить ненормальное развитие. А что может остановить и что должно остановить, если Бог одинаково любит всех и не может проявить гнев, метнуть молнии? Это Он не может ненормально представлять для него такие образы. Ненормальное проявление человека должна остановить сама природа, в проявлениях которой человек пытается принимать активное участие, чувствуя себя или пытаясь, стремясь, чувствует себя царем природы. Вот это сейчас и начинает происходить. природа прежде всего во многом будет останавливать ненормальное проявление человека. Того, где человек сделал серьезные перегибы равновесии и не торопится их исправить. Да и предполагать, что человек поторопится исправить будет несерьезно, потому что перегибы выстроены на тех проявлениях в жизнедеятельности человеческого общества, которые так просто не удастся в короткий период остановить и чем-то заменить альтернативным. Поэтому есть некоторая неизбежность, но она учтена заранее. Она должна послужить по благу человеческого общества. Есть ли у вас где-то в мире те или вилософы или практики, которые близки к вам? Если да, то кто они? Где? За это эстерма мне не требуется наблюдать. Я только лишь могу сказать, что мне хочется. Я верю, что есть немало на земле людей, достаточно хорошо созревших, чтобы понимать проблему серьезную связанную с человеком и догадываться о правильности тех или иных усилий, которые очень важно сейчас уже человеку начинать делать. Но я не связан с ними и не соприкасаюсь с их деятельностью. Я просто лишь верю, что они есть. Еще раз про этот инструмент Бога. значит, если это не война, то можно сказать, что природа и губальное крепление это инструмент Бога. Правильно будет сказать, не как инструмент, а явление естественно происходящее на земле в природе, которое заранее, за много лет ранее было учтено, чтобы сложить таким образом появление человека по этой черты, когда такое явление сможет сыграть судьбоносную роль в жизни человеческого общества. И многие обстоятельства как раз вели и помогали человеку подойти к этой черте, приобретя очень важные ценности духовные и обретя необходимую широту мышления, когда человек должен будет переступить эту грань и начать нормальное свое формирование проявляя способности трезвого мысля, которые человек все-таки может проявить в нормальном смысле. Поэтому конечно это учтено, но не то, что Бог своей волей направляет. Ведь когда рассматривается как инструмент, то предполагается образ, где человек держит инструмент и он своей волей, своими мыслями определяет, как этот инструмент использовать. Он направляет инструмент. В этом случае мы говорим о природных явлениях, которые не требуется специально направлять, но они были хорошо известны заранее и учтены. А дальше движение человека выстроено было так, чтобы это оказалось для человечества благоприятным. Если вы не против, то хотелось бы пару слов говорить про ваше общество тоже. Начиная с того, как люди к вам попадут, я знаю, что там сейчас живут более 5000 человек, как это выглядит, что осенью глубокая ночь, дождь, вдруг дверь сложится тук-тук и кто-то придет здравствуй в местонье в Арктике. Или как они попадут туда? Ну, попасть туда можно разными путями, хотя это будет непросто, учитывая, что территория России это очень большие протяженные участки пространства, и если закончится бензин, то идти надо будет очень долго. Но, видимо, это тоже немаловажно, если человек дойдет, то нужно точно сказать, на него положиться можно, если он преодолеет эти тысячи километров пешком. Это не Европа, и здесь, конечно же, будут серьезные трудности, если что-то может сложное произойти вокруг. Но, поэтому, происходящее в Сибири, оно не покрыто тайной, и о происходящем уже говорится не один год выбор у человека есть, каким образом он определит для себя возможность добраться туда. Но, если придет это поселение свободное, если человек туда придет как-то ночью, постучит дверь, ему открыт и покажет место, где он может расположиться, поночевать, покушать, но дальше сам решит, каким образом устраивать свою жизнь, строить вместе с другими между жизнью, или пойти дальше в поисках какого-то нового ночлега. Но на свободное и чтобы узнать, что это и как это, лучше, конечно же, самому человеку видеть, желающему что-то понять, чем много об этом услышать. Если есть пять тысяч человек, которые живут вместе по каким-то своим правилам, то наверняка среди них не все добрые люди, есть наверняка и злые, и как с ними совершенно верно. Доктор приходит к больным, ему нет смысла собирать вокруг себя одних здоровых, и тогда что делать? Им не нужна помощь такого доктора. Поэтому учитель приходит для тех, кто нуждается в его помощи, и они приходят к нему со своими слабостями, и этих слабостей очень много, и проявляется в этом случае разная степень зрелости приходящих. Одни уже готовы самоотверженно приложить свои усилия исполнить правильный труд, другие будут присматриваться, допускать для себя слабости, находить оправдание этим слабостям, третьи и вовсе придут, чтобы а вдруг на случай чего они смогут выжить таким образом. Люди разные, и поэтому конечно же здесь не важно какие приходят люди, они приходят не случайно, у каждого будет своя школа, свои поучительные уроки, но посредством которых человек будет учиться. Но говорить о том, что там сформировалось общество и предполагать, что там собрались люди очень сильные, интересные, готовые к подвигу люди, конечно будет наивно. они интересные эти люди, они замечательные эти люди уже одним тем, что они готовы отказаться от многих удобств и променяли эти удобства на большие сложности жизненные. решения. Но одно дело сделать шаг, а другое дело делать его каждый день. Первое решение сделать гораздо проще, чем потом в течение длительного времени, многие годы постоянно прикладывать очень большие усилия по изменению самого себя. Это гигантский труд, который там делается. и там конечно немало слабостей не проявляется. Это естественно. Это нормально. Сколько раз в течение 15 лет пришлось сказать, что пожару, что уходили? нисколько это не может такое говориться. Человек сам решает, хочет он быть или не хочет быть где-то. Его нельзя наставлять, если он не просит помощи и не просит совета. Поэтому он сам должен будет решить, насколько он хотел бы исполнять те задачи, которые в данном случае там ставятся. чтобы там жить на земле, надо суметь вместе договориться и вырастить урожай. Это большой труд. А приезжают в основном туда люди с интеллигенцией. Исковая интеллигенция, это творческая интеллигенция, это люди науки, это военные, врачи, прекрасные артисты. Но они не умеют жить на земле. А туда, куда они приезжают, почти все, что им нужно в жизни, надо научиться делать своими собственными руками. Это большой труд. Это мало кому удается легко. И вот тут уже сам человек решает, готов во всем этом участвовать. Ведь община это не то, куда приехал и получил всего много, так хорошо, так приятно в этой общине быть. все, что вы там можете получить, вы должны сделать своими руками. Не будете делать, этого не будет. Вот это умение научиться жить на земле, умение договориться, не пугаясь высказывать свое мнение, умение выбирать вместе того мастера, который мог бы руководить определенной деятельностью совместной, которую в данном случае нужно построить дом, обработать большой участок земли, еще что-либо. Нередко приходится соединять свои усилия, но соединяя усилия нужно уметь поставить мастера, который будет руководить этими усилиями. Это нужно сделать самим, уметь договариваться, мыслить коллективно, очень важно. Это то, чего люди, как правильно, никогда не учились делать в обществе. Все торопились выбрать руководителя, управителя, а потом стоило этому руководителю ошибиться, как всегда происходит, потому что он человек, он будет ошибаться. Все остальные дружно начинают ругать этого руководителя, тем самым думая, что они гораздо умнее его, пробуя поднять себя в своих собственных глазах посредством ругания того, кого однажды выбрали. Но ведь все, что находит человек в своей жизни, в своем обществе, руководство, которое стоит у руля государства, это то, что люди этого государства заслуживают. Они сами рождают то, что потом видят и влады деятельности, которых людей они потом принимают. Это нормальное явление. Но в основе своей большая масса людей думать не желают. Они боятся сделать свой собственный шаг. Они боятся ответственности, которая в этом случае подложится на их собственные плечи. как бы хочется переложить эту ответственность на кого-то, а потом при случае и поругать его, что вот такой он нехороший, он подвел вас, и вы упали. Нет. Вот теперь уже наступает время, когда очень важно научиться мыслить самостоятельно, прилагать свои собственные усилия. Это жизненно необходимо так научиться. Для этого нужны условия, где собираясь вместе, попадая в жизни суровые определенные условия, где много надо уметь не сделать вместе, вот тут уже возникает наиболее благоприятное условие, где люди начинают учиться вместе правильно рассуждать. И это большая серьезная школа, где, несмотря на то, что большой процент приехавших это люди с высшим образованием, можно легко видеть, как мало они в этом умеют. значит, в вашем обществе не начальники, не бюрократы, а мастера. И если это так, то сколько этих мастеров у вас в данный момент? По мере явной необходимости, то есть где возникают дельные коллективные усилия, потребности, люди должны будут, посмотрев вокруг из своей среды, довериться кому-то, кто будет управлять тем иным поприщем строительства дымов, это сельское хозяйство, еще что-то. Это самостоятельно выбирается. Здесь сказать, сколько будет неуместно, потому что оно всегда может меняться в зависимости от возникающих потребностей, жизненных задач, стоящих на жизненном пути. но, конечно же, того, что привычно встретить в обычном обществе, этого нет. Если уж и должен быть руководитель, то, как правило, именно мастер. Есть только лишь одна, возможно, так назвать, бюрократическая деятельность, это связь общественной организации, которая там на этой основе сформирована с внешним миром, с представителями власти. Тут порой требуются какие-то контакты, какие-то взаимоотношения, когда нужен обмен информацией. Ну, тогда, конечно, кому-то нужно будет заняться этой, для человека по-настоящему бестолковой деятельностью. Ну, это уже в данном случае трудно обойти. Хорошо, если вы не против, то я бы давал микрофон публику и у кого есть вопросы про СССР, Градио, Сталка или Могорода. В России же нельзя покупать землю и построить там дом и жить. Как вам плавно разрешили там же всю жизнь? Вот это один из сложных моментов, которые, конечно же, нужно решать по законам существующего государства. Поэтому люди приезжают, если не имеют такие возможности финансовые, они эти вопросы решают так, как и следует решать всем остальным гражданам. большая зависимость от финансовой деятельности она существует. И хотя главная цель построения нового общества, которое там происходит, она связана прежде всего с целью научиться делать все своими руками из того, в чем вы нуждаетесь в своей жизни. Самое главное, чтобы максимально выйти из-под зависимости денежной единицы, не все можно сразу категорично оборвать в этом случае. Ведь мы говорим не о построении какого-то общества, где собрался круг людей в 5-10 человек, готовых жить и в пещерах и носить рубище. Мы говорим о построении нового общества, где подразумевается развитие культуры и очень широко проявлять эту культуру, творческую деятельность человека, где живут не 10 человек, а тысячи людей, где должны рождаться дети, а значит детей нужно и накормить, и воспитывать. То есть это очень широкое поле деятельности и конечно же однозначно как-то категорично все оборвать в связи с внешним миром это абсурдно, это невозможно и неуменно. И поэтому прилагая правильные усилия в определенной мере нужно будет и поддерживаться тех законов которые существуют и обойти будет сложно. Но вы там живете много тысячи километров ездить на машине чтобы достать вас с первого пункта, но государство заставляет ваших людей идти в школу. Как вы это можете решать? Поселение которое там существует не является таким уж оторванным внешним миром. Оно распределено в нескольких населенных пунктах двух районов уже существующих в той местности. Это район где есть и школы поэтому там дети посещают те школы которые уже существуют в государственной школе. Но по возможности в помере того как появляются способные обучать детей из числа верующих они могут образовывать и другие учреждения где дети альтернативно вместо того чтобы ходить в государственную школу посещают школу свою где делается уже максимальный уклон в том направлении в котором хотелось бы детей просвещать и сдают экзамены в местной школе. То есть к этому пробуют подойти гибко насколько это возможно при тех условиях которые жители той местности обладают. я по-русски очень хорошо говорю что я попробую это Йоханнес Паунис сказал в своем книге переносу страница 69 что Бог дал человеку свободность как вы смотрите на это это что Бог дал человеку свободность судить и со себя я не пришел вас судить вы сами можете судить все 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 правильно основа человеческого развития связана с свободой выбора которая у всех людей присутствует у человека всегда есть выбор на пути его возникают разные соблазны и предложения но сделать должен свой собственный шаг поэтому судить его со стороны нет смысла это не нужно он сам себя судит сделав неправильный шаг выбрав для себя неправильное он начинает воздействовать на происходящие законы проявляющиеся законы мира материи которые вокруг уже существуют за долготы человека таким образом когда его материальная оболочка неизбежно начнет страдать этот закон для всех и никто его не сможет обойти этот закон и однажды Иисус тоже в определенном мере это упомянул что даст слово которое будет судить вас в последний день не надо будет ему лично как-то проднять судилище как того многие пробуют представить это ни к чему вам дается подсказка а вы сами решаете воспользоваться ей или нет но если вы выбираете неправильно плоды которые будут связаны с вашим выбором неизбежно ожидают впереди и никто в этом не виноват что вам будет грустно и горько вы сами выбрали этот шаг ну значит и пожинаете собираете камни которые однажды беспечно разбрасывались поэтому человек свободен в своем выборе но свободу это нельзя подразумевать конечно же что можно делать все что захочешь хотя это право тоже есть хочешь делать что хочешь делай но будь готов заплатить за то что ты делаешь всего есть своя цена будешь делать правильно будет хорошо нет будет по-другому но ты сделаешь это сам или наваливаешь в этом только сам я бы хотел спросить как вы думаете будет ли наша планета существовать вечно только она существовала много много уже тысяч десятилетия веков с эгоизмом человеком с этими катаклизмами на земле что будет дальше у вас интересный вопрос будет ли вечно вечно конечно не будет если вы боитесь будет ли еще лет десять существовать пока вы живете чтобы как-то выжить ну тут она конечно будет еще существовать вы успеете еще побыть на ней и успеть исполнить разные дела как хорошие так и другие времени будет достаточно но любой плотный любое плотное тело мира материи не может существовать вечно оно должно происходить претерпевать процессы видоизменения перехода из одного качества информации в другое это однажды произойдет с землей но вы уже на ней не будете жить вы будете жить далеко от нее потому что на самом деле вы рождены для того чтобы изменять мир материи вселенной а не для того чтобы помочиться на земле и куда-то быстренько в какие-то кущи убежать божии кушать виноград вечно это очень примитивно и неправильно вы рождены для вечного творчества и вот вы переживете землю вот это я вам гарантирую твердое ваше естество оно будет жить дальше вы будете заполнять вселенную потихонечку постепенно в ней распространяясь потому что ваша душа она неуничтожима на нее не воздействует характер времени она не подвержена законам строения и вы будете двигаться меняя свое тело при необходимости но оно тоже должно быть умирать хотя тело способное удерживать в жизнедеятельности в течение очень длительного времени это может исчисляться тысячелетиями но это однажды будет пока это опасно предоставлять это все у вас впереди многое будет можете не волноваться по поводу того не провалится ли под вами земля пока нет хотя хорошо чтобы под кем-то она провалилась да у меня вопрос насчет супружества я знаю что вы тоже заново женились недавно что у вас там иначе чем в обновленном мире в мире супружества среди мужчин и женщин что у вас по-другому духовные законы обязательно должны подразумевать всестороннее рассмотрение вопросов взаимоотношений мужчины и женщины этот вопрос ни в коем случае нельзя обходить и ненормально додумывать что якобы это все греховное и для нормального развития человека лучше бы и вовсе не составлять семью это огромная ошибка человек нормальный и полоценность может развиваться только когда происходит правильное соединение в данном случае мужчины и женщины это очень хорошая школа очень важная которая предкрывает очень глубоко ваш внутренний мир и создает благоприятные условия для его формирования поэтому та подсказка которая однажды далась и запечатлелась интересным образом в Ветхом Завете она оказалась ненормально воспринята в последствии там было сказано что Творец Бог создавая мужчину и женщину он соединил их и человек да не разлучает то есть он заповедовал что они вот есть двое и да будут они едины одно нельзя человеку было разлучать то что заповедано Богом для соединения но дальше пошли трудности многое человеку было неизвестно он пугался и по слабости своей конечно искал одно к другому мужчины очень быстро эгоистически сориентировались в тех упоминаниях которые в писании были и посчитали его ну как объект соблазна потому что мужчина как будто не совсем причем виноватая женщина и долгие века пробовали очень своеобразно относиться к женщине тем самым разрушая свою собственную жизнь поэтому эти вопросы очень важно рассмотреть глубоко и всесторонне для нормального существования общества и формирования этого общества надо чтобы семьи формировались хорошо умели друг другу доверяться мужчина и женщина умели правильно видеть приоритет ценности которые в этом случае неизбежно проявляются это надо уметь грамотно осмысливать не пугаться друг друга чтобы рождались дети не в страхе не в стремлении разбираться друг с другом выяснять кто кому как относится каждый день что можно в обиде наблюдать в существующей жизни это ненормально что происходит нужно учиться доверять устраивать эти отношения это тоже очень непростая школа очень сложная слишком много страха накопилось эти темы нужно будет во многих аспектах рассматривать очень подробно ну а дальше верующие сделают сами выбор захотят они следуют тем иным рекомендациям или нет потому что это будет задевать очень серьезные страхи и слабости если еще подробнее что-то нужно то задайте еще более конкретный вопрос но эта тема очень большая и подразумевает огромное множество разнообразных вопросов я понял что вы сейчас находитесь процессы изучения что у вас нет готовых ответов готовых решений такого нового супружества нет неправильно ответы все есть но они должны быть даны в тот момент когда возникнет правильный конкретный вопрос со стороны человека ведь прежде всего чтобы воспользоваться тем что я могу дать человек должен по крайней мере начать на эту тему думать только тогда ему легче удастся воспринять ответ и использовать его но если он не думает а приходит и говорит у меня проблема как мне быть ему трудно что-то дать он должен задуматься а что именно в каком конкретном обстоятельстве он не знает как правильно себя повести и вот тут только лишь можно начинать давать ему поэтапно те или иные конкретные подсказки которыми он должен будет воспользоваться но эта тема как я уже сказал она касается очень большого разнообразия вопросов которые сейчас уже обильно затронуты запечатлены в виде печатных текстов но которые никак не выразить кратко в течение какой-то встречи их нельзя обобщить там очень много конкретного у меня целых три вопроса первый вопрос протекает из темы заявленного сегодняшнего мероприятия. Есть ли жизнь после капитализма как она? Можно ли предположить, что ту форму и формат, который вы выбрали у себя в общине, это и есть ответ на этот вопрос? Или вы хотели как-то трансформировать вот это течение жизни в этой общине и в экономические какие-то там действия, взаимоотношения и так далее? Это первый вопрос. Да, можно так представить. Хотя в полной мере, как хотелось бы, конечно же, с первого шага в становлении общины это не сможет произойти. Но в конечном итоге именно к этому это и ведет. И тогда получается, что вы в какой-то мере предполагаете и предлагаете тиражировать этот опыт как бы и во вне вашей общины? С логической точки зрения это можно предположить, но на самом деле применить это не удастся. Ведь поступающая информация разной точности, подразумевающая разную степень ответственности, которую вы принимаете вместе с этой информацией, она подразумевает неизбежно способность человека принять ту или иную информацию, ее качество. развитие людей имеет очень большое разнообразие между собой. И не смогут то, что в данном случае мне нужно открыть. И не смогут взять это то масса большая, которая существует на Земле. Как бы это по-человечески не хотелось, это в принципе будет невозможно, это будет не по силам. Но это должны взять те, кто уже в данном времени смогли внутренне созреть и своим внутренним духовным миром, потому что тут требуется серьезное духовное усилие, и своим сознанием. Урметь сознание должен этому соответствовать, потому что истины, которые открываются, в них недостаточно будет просто поверить. Их надо усуметь правильно осмыслить. Для этого нужно определенное качество. Поэтому, еще раз если повторить, хотелось бы по-человечески, чтобы это было везде, но реально это сделать бы невозможно. Я лишь могу пожелать, что в других местах то, чтобы люди постарались хоть что-то сделать в этом направлении. К примеру, я бы мог всем посоветовать большое внимание уделить жизни на самой земле, не в городских условиях, а как можно быстрее и больше уделить внимание жизни на земле. Там многое будет решаться в положительном направлении. И очень полезно, кажется, однажды. Потому что за короткий период из города к земле ничего не даст. На ней надо научиться жить. Не кажется, вам что-то похоже немножко с концепцией которые пытаются тиражировать и веженцы Анастасии. Ну, так можно сказать, что это и похоже на партию аграрии в политике. Они тоже много говорят о развитии и поддержке деревни, сельского хозяйства, развитии его. Конечно, какие-то отголоски они будут похожи. Так это и хорошо. Ведь, чтобы открыть что-то важное, это открывать нужно в тот период, когда к этому с разной стороны как-то смогло произойти дозревание самого человека, чтобы он сам начинал думать на эту тему. Он начинал искать пути реализации своих переживаний в этом направлении. Вот тогда уже можно и давать нужную подсказку. Поэтому на этой земле в обществе появилось немало разнообразных явлений, которые в определенных деталях могут иметь похожесть. И это нормально. Было бы ненормальным, если бы все говорили настолько что-то непохожее, разнообразное, что это никак не может соизмеряться друг с другом. Вот это как раз было бы ненормальным. Я бы хотела спросить, бывают ведь люди, которые сама собой не могут с собой справиться. Они бывают старые, больные. Как у вас в обществе с такими людьми занимаются? Разными способами. Есть те, кто имеет возможности приловить, предложить физические свои умения, психические умения, оказывать помощь больному человеку. Но во многом, конечно же, надо уметь правильно отнестись к себе и к болезни, которые каждому из вас может овладеть. Не надо торопиться, расстраиваться. Чертая болезнь ваша, она блокирует что-то, что может быть для вас очень опасным. И она подталкивает ваше внимание в правильном направлении. Но это правильное направление своего мышления вам обязательно важно определить. В период болезни у вас обостряется ваша слабость особенно. И прежде всего, ваше внимание торопится направиться именно в сторону слабости. Тут нужно быть особо внимательным, чтобы научить себя мыслить не так, как подсказывает вам ваша боль и ваше страдание. Начинается школьный урок. В этот момент, когда очень важно научиться мыслить правильно, выражать свои отношения правильно к тому, что вокруг вас и с вами происходит. Человек должен быть научиться лечить себя самого сам. Должен. Но мера болезни у многих из вас очень велика. И отклонения порой очень сильные, где самому человеку очень трудно бывает выправить то, что с ним происходит. Ему могут помогать те, кто как-то видит готовность и способность это делать. Здесь запрет поставить будет неправильно. Но главное, что можно от меня вам подсказать, это то, что в этот момент прежде всего вы должны будете внимательно присматриваться к тому, что начинает твориться в вашей голове, в ваших переживаниях, какие переживания вы позволяете себе проявлять. Потому что прежде всего будут торопиться вырваться из вас негативные суждения и страхи. С ними надо будет правильно бороться. Их нужно будет видоизменить эти проявления в нужном направлении, чтобы вы, несмотря на то, в каких сложных условиях находитесь физически, вы могли улыбнуться. Улыбнуться и смеяться чаще. С радостью смотреть в жизнь, с радостью встречать каждый новый день, понимая, что этот день принесет вам именно те уроки, те сюрпризы, подарки, которые будут исключительно во благо ваше и никак не может быть по-другому. Но раз оно для вашего блага, нельзя в этом случае расстраиваться. Хотя может быть и неприятно, хотя может быть очень больно, но надо принять это благодарно. если оно есть и пришло к вам. Так должно быть. Значит, оно сыграет только положительную роль в вашем развитии. Теперь смейте этим правильно воспользоваться и умножить блага от того, что вам предоставляется. есть ли у вас свои личные проблемы в вашем пути развития и кому вы в этом случае обращаетесь? проблем, которые вы часто встречаете у меня таких нет. Есть нечто свое. Трудости могут возникать усталости, когда начинаешь уставать. Тогда становится немножко тяжеловато, ощущение возникает. Но это проходит. Надо идти дальше. Делать то, что призван все делать. Я делаю то, что призван делать я, насколько мои силы в данном случае или в тот или иной момент от меня требуется приложить. Но моя проблема это все вы. Если так. обобщить. Думаю, вам может недостаточно быть это понятно. Ведь мне будет трудно. Я видела вашу выставку и очень хорошо рисуется маслом и пастелью. Дает это вам силы. Творческая деятельность требует отдачи сил. Чтобы творчество себя проявляет, человек призван вкладывать туда все то хорошее, что он имеет. Именно творческая деятельность подразумевает прежде всего отдачу того положительного, что человек обладает. И сделав произведение, естественно, почувствовать себя уставшим и нуждаться в отдыхе. Его может вдохновить результат, конечно же, когда он увидит, что те, кто прикасается к этому произведению, наполняется радостью, больше улыбается, вдохновляется каким-то творческим подвигом уже со своей стороны. Это может, конечно же, вдохновлять, но на самом деле произведение мастера всегда требует, чтобы он свои силы отдал в это произведение и передал посредством произведения другим людям. Но это нормально. Так и должен жить человек всегда, стремясь отдать свои силы тем, кто его окружает. То хорошее, что в нем есть, я не подозреваю отдать все, что вы имеете, потому что порой вы имеете немало переживаний, уже тут часто употребаемых понятий страха, но это не надо торопиться отдавать другим. С этим надо уже правильно работать самому, а других нужно поддерживать, вдохновлять. у меня вопрос насчет честности, о котором я много слышал, что в вашем общине люди очень честны друг другу. В какой форме это все происходит и причиняет для этого боли и конфликтов больше, чем в обществе. Конечно же, одна из главных задач формирования человека это научиться быть честным. Это опять же победить свой страх. Победить страх перед тем, а как подумать о нем ближнее. Ведь порой в честности отказается то, что долго старался охранить человек в себе. Боясь расстроить окружающих, но прежде всего боясь, что сам расстроится от того, что сделает ближнее по отношению к нему, как они выразят свое отношение к тому, что было у него однажды. Молчиться быть честным очень важно. Хотя не скажу, что в любом случае надо говорить правду. Есть обстоятельства, где высказать неправду может оказаться мудростью и действительно может помочь человеку. К примеру, даже если вы разговариваете с детьми и порой используете образ Деда Мороза, это тоже ведь неправда. Но вы видите, что порой это играет. Интересная роль в развитии фантазии ребенка, его воображения, его переживаний. Он действительно носит очень хороший оттенок, по факту это же неправда. И приходит не Дед Мороз, а сосед или познакомый с работой вашей. Но ребенок верит, и в его чувственном мире происходит очень важное, очень красивое переживание. Он играет положительное роль в его формировании. Так вот, конечно же, правду надо будет учиться говорить. Но сказать, что все правдивые из тех, кто там сейчас живет, будет нельзя. Ведь кто-то продолжает бояться и пробует скрывать то, что ему надлежало бы открыть. Честно, он может это побежать скрывать. Но это, думаю, не распространенное явление. В основном все, конечно, стараются быть открытыми и правдивыми. Над этим нужно будет работать. Но для этого нужно еще и хорошее соответствующее условие, где все стараются двигаться в этом направлении. Потому что то общество, где прежде сейчас живет человек, ему быть правдивым порой можно будет сказать, что даже опасно для его жизни. Потому что этим только и ждут многие воспользоваться с очень нехорошими последствиями. Но в этом случае естественно нужно подразумевать, если мы говорим о том, что человеку нужно принять истины Божьи, то ее бессмысленно применять к существующим ненормальным явлениям жизни. Нужно вкоре менять эту жизнь, где собираясь единомышленным вместе, у вас появляется только лишь тогда наиболее благоприятное условие максимально реализоваться в исполнении Божьего. Еще второй вопрос насчет Я слышу, что вы довольно много путешествовали в других общинах в Европе. и что вы считали все-таки ваш общину одним из выдающихся, может быть поэтому, что он столь духовный. Считаете ли вы, что такой общины должна быть такой духовный лидер, как например вас? если предполагается, что духовная община будет основываться на каком-то кодексе духовных принципов, условностей, то, конечно, потребуется кто-то, кто будет, за кем будет оставлено последнее слово в разрешении спорных моментов выстраиванию взаимоотношений членов этого общества. Потому что человек имеет такую особенность психологическую, когда соприкасаясь с одним и тем же явлением, все увидевшие это явление рождают между собой разнообразное понимание этого явления. Хотя видели, как будто бы одно и то же. Но если каждого из них попросить описать, что он видел и что он понял, понимание будет иметь очень большое различие. Очень большое. Можно будет даже удивиться, как же они могли по-разному все это увидеть. Это немаловажная особенность человека, и она, конечно, задает очень много трудностей, когда пробуют решить задачи нематериального характера, где требуется просто лишь мастерство. Забить гвоздь, отбедить что-то, взрастить, закопать, откопать. А где нужно будет разобраться в психологических задачах? И вот здесь нужен авторитет, потому что задаваясь теми вопросами, как же все-таки вместе сделать какой-то конкретный шаг, они могут начать спорить и не суметь прийти к одному пониманию. Но где будет видно, что если они по-разному будут это решать, у них ничего не получится, будет только проблема увеличиваться. Значит, нужен авторитет. Но кто это будет авторитет? тот, который тоже может ошибиться и посредством его подсказок тайная группа людей в конечном итоге опять придет еще больше какой-то проблемы. Либо удастся найти того, кто ошибаться не будет в таких подсказках. И тогда гарантируется благоприятное продвижение этого общества дальше. вот тут и будет заключено самое главное. Если тайная группа людей найдет интересного авторитета, который действительно может очень хорошо разрешать такого рода задачи, это общество ждет буду приятного развития и движения вперед. Если же не удастся им его найти, то как бы изначально они хорошо, как бы хорошо изначально не проявили себя, у них возникнет серьезные последствия кризиса. Мозникнет новинокладек, которые могут даже закончиться не трюбическим последствием. Как вас часто ждут чудо, как все времена ждали, от больших учителей? Неоднократно мне приходилось встречаться с людьми, которые хотели бы, чтобы я сделал какое-то чудо. Но само это явление связано с человеком, когда он ожидает прежде всего подтверждения какой-то истины видеть на него в его понимании через посредством чудесных каких-то проявлений, оно ненормальное. Проявление чуда оно аналогично явлению в сегодняшнем времени рекламы. то есть некая реклама должна привести человека к тому, чтобы он что-то взял. Мягко навязать ему то, что он должен купить, взять, приобрести. Чудо носит точно такой же характер. Оно должно заставить человека как будто бы что-то взять. но отчего человек становится лучше? От того, что принимая учение он следует этому учению? Или от того, что он взял его, ничего в нем не понимает, но взял его только потому, что чудо подтвердило истинность этого учения? Конечно же, если человек не видит истинной ценности учения, бессмысленно ему его брать это учение. Зачем его подталкивать к учению, которое не для него? Ему не надо брать эту ответственность, связанную с открываемой в этом учении качеством информации. Подтверждать истинность этого учения чудом будет большой-большой ошибкой. учение нужно видеть, его нужно понимать, и нужно понимать, что именно вам оно нужно, что именно в нем вы нуждаетесь, вы должны прикоснувшись к нему почувствовать эту потребность. Если вы ее почувствуете, значит она для вас. А нужно ли теперь, чтобы полыхнула молния или где-то слетела с дома крыша, чтобы вам утвердиться на этом пути тогда. Тогда становится бессмысленно, оно же становится не нужно. Поэтому в данном случае мне нужны те ученики, которые понимают, что я им даю. Они ощущают эту потребность принять и следовать за тем, что я им могу показать остальные мне не нужны. Хотя мне очень хочется им тоже помочь. Но я просто лишь хорошо понимаю, что мне этого сделать не удастся. Они не смогут взять то, что я им готов дать. А значит им в свою очередь нужно пойти и найти то учение, высказывание, цитаты, каких-то книг или книги, которые в данном случае для них окажутся благоприятными, учитывая их уровень сознания, который на этот именно на их специфический уровень рассчитан. тот или иной кодекс высказываний, подразумевающихся понятием учения. Вот так это должно происходить. И на Земле так это и происходит всегда. Люди делятся между собой на разные течения, движения, которые следуют то одним высказываниям, то другим высказываниям других авторов. И это нормально. это разные ступени, на которых находится человек в своем обществе. И где нельзя сказать, что тайная ступень неправильная. Это ступени одной лестницы восхождения. И если он вполне реализует то, что в данном случае соответствует его в его имениях той ступени, на которой он в данный момент находится, он задастся вопросами, касающихся уже тайн, другой ступени, следующей, он начнет искать. Он начнет критически осмысливать то, что до сих пор считал самым правильным. Тогда у него откроется возможность идти дальше. И он поймет. Он обязательно найдет то, что поможет ему пойти дальше. этого достаточно для всех. Поэтому как бы не хотелось мне в свою очередь дать то, что имею всем помочь, это не потребуется. Но я знаю, что те, кто не возьмет мое, они найдут то, что действительно им нужно. И это им помощь. своеобразная, но очень нужна. И надо будет в полной мере воспользоваться тем, что им будет дано в таком случае. Добрый вечер, миссариум. Спасибо, что приехали. Ваше поселение уже довольно долго существует и больше 15 лет в это время выросло новое поколение. Вот в чем, как отличаются ваши молодые люди, ведь они же наверняка телевизор смотрят, меньше, а может и нет, я просто не знаю, чем и как они проводят свое свободное время. Есть среди молодые люди, которые желают уехать в жены мире, пожелать. Сказать о каком-то о резком отличии детей, верующих от детей, которые рождаются в окружающем мире, в окружающем мире этих людей, приехавших в общину. Будет трудно. Они мало отличаются, но тем не менее у них можно подметить, что уровень агрессии, конечно, ниже. Но эти дети воспитываются не только лишь соприкасаясь с телевидением, которое, конечно, не запрещено. Если кто-то хотел бы иметь в своем доме телевидении, он сам решает, что он позволит ребенку смотреть, что не позволит. В это ровность можно дать только что-то рекомендательное, но нельзя поставить как-то закон. Здесь должна быть свобода, очень важна свобода, потому что ребенок, прикасаясь к разного рода информации, он должен со многим разобраться сам и должен разобраться. Но очень хорошо, когда с самого рождения у него присутствует немало положительных примеров и информации, связанных с этим положительным. Что в какой-то мере взрослые как в своей семье, так взрослые живущие по соседству, они проявляют в разной мере. И тогда если по молодости своей, по неуемному стремлению прикоснуться ко многому, познать многое, поехать куда-то в мир, если молодой человек это и делает, у него появляется очень интересная возможность сделать сравнение. Немало из них стараются поехать во города, зарабатывать, следовать той культуре, которая проявляется по-своему. но можно подметить, что очень многие в скором времени быстро, быстро стараются вернуться. У них есть возможность глубоко сделать сравнение и еще лучше уяснить ценности, которые они имели, находясь в общине кругу тех людей, которые там строят новый мир. но если кто-то не пожелает и будет жить в другом месте, пожалуйста, это нормальная пересвобода. И такие случаи, конечно же, есть. тем более, что приезжают взрослые, имея детей, сами по себе разные. Кто-то может умело передавать своим детям какие-то положительные моменты из своего духовного опыта мудрость передать свои умеет интересно, но многие они не умеют это сделать. У многих получается это несколько на взгляд ребенка лицемерно. Он видит, что папа, мама говорит хорошие слова, но потом замечает, что они не всегда это исполняют. И вот это уже опасный опыт. Он начинает подмечать, что хорошее не обязательно исполнить. Начинает меньше доверять родителям. Но опять же, это нельзя однозначно сразу же разрешить эту проблему. Только лишь время постепенно позволяет и взрослым родителям лучше ощущать ответственность на своих плечах, когда они воспитывают своих детей, быть гораздо внимательны к своим проблемам, что они говорят и что они делают. Ну и соответственно дети постепенно набираясь опыта, они тоже учатся мыслить, сравнения, умеют впоследствии простить, понять, почему происходит у родителей такое, ведь они тоже столкнутся с ситуацией, где хочется сделать хорошее, но заметят, что не всегда это получается сделать. И нельзя однозначно сказать, что если ты не сделал хорошее, то ты просто специально это не сделал, воюем усилием. Нет, ведь это можно не сделать только потому, что не сумел сделать, не хватило нужных каких-то сил, и оно не получилось хорошее, хотя знал, как правильно. И через этот опыт личный они научатся, конечно же, понимать и взрослых, и если в чем-то не смогли простить родителей за их какой-то оказался габман, впоследствии они смогут это правильно понять. То есть нормально идет становление, где только лишь один изначально немаловажный фактор, который имеет положительную роль, это то, что немало положительного опыта удается предоставить детям для того, чтобы они впитали это в качестве информации. Потом они будут ей пользоваться этой информацией, делая нужное сравнение и уже набираясь своей собственной личной мудрости. Но агрессия, она, конечно, еще раз подчеркну, возвращаясь к началу ответа, она заметно меньше, чем у детей, которые проживают в городских условиях и гораздо больше сопоставиться с информацией насилия. православная Вы относитесь и как к Вам относится русская православная церковь? Русская православная церковь хорошо может относиться только к русским православным. Это естественное явление психологическое. и если они кого-то смогут дружелюбно принять, то если это будет выгодно, это не значит, что будет какое-то дружеское общение. То есть это особенный мир, особенное психическое условие, сформировавшееся на земле и касающееся традиционных духовных религиозных движений, устоявшееся с далекого времени, оно несет свои характерные особенности и, конечно, тут нужно только с пониманием отнестись к тому, что есть. Это особенность, которая, конечно, должна уйти в прошлое со временем обязательно, потому что нормальное для будущего это обозначить ни в коем случае нельзя. И то, как они воспринимают происходящее в Сибири, конечно же, как что-то нехорошее и очень опасное и в меру своих сил, возможностей стараются, конечно, ущипнуть. Ну, ладно, они делают то, что могут, хотят щипаться, пожалуйста, замечательно. Спасибо. Я должен говорить в английском. Петер будет переводить. Петер could you tell us, please, about the experiences of your previous incarnation, Sergei Toro, in May of 1990, and accordingly, I noticed that this was at age 29, which many astrological traditions recognize this window of time, 28 to 30, as having the potential for profound change to be catalyzed in a month's life. Some traditions call it Saturn return, others have other names for it, but do you also identify in aonda or some other one Перевоплощением это неправильно будет обозначить. Это скорее пробуждение. Бывают обстоятельства, когда заключённое в ком-то, его истинное Я, должно проявиться в определённый момент, когда наступит очень благоприятное условие, очень важное. Насколько тот период, где пробуждённое сможет реализовываться наиболее благоприятно, достигая цель, ради которой это явление появляется в мире. Но это не превоплощение. Потому что до момента пробуждения происходит процесс накопления вспомогательной информации. Происходит настройка сознания. Когда объект, в котором что-то заключено, должен будет настроиться на уровень восприятия тех, среди кого ему нужно будет реализовать своё истинное Я. Чтобы это могло дать наибольший результат. В данном случае так это и имело место. До определённого времени нужно было настроиться. Получить всю необходимую вспомогательную информацию на уровне сознания тех, с кем впоследствии предстояло очень широко контактировать. Помогая, раскрывая им. Но раскрывать, чтобы можно было так, как они способны были бы это воспринять. Эта настройка ещё помогает понимать, что происходит с теми, кому ты должен оказать помощь. Надеюсь, понятно. Если что-то недостаточно понятно, то жду более точных вопросов. Я хотел бы немножко спросить ещё про честность. Сказали, что быть честным – это как-то… Что надо быть честным. А что это тогда, если у тебя сосед такой, который во всём посёлке ни с кем не говорит, говорит только с тобой, потому что он боится, например, всех других, но он с тобой говорит, и каждый день теперь придёт к тебе и говорит вот про своей, например, про своей коровы. Как теперь быть? Сказать ему, что слушай, друг, иди-ка ты со своей коровы домой. Или уже помочь человеку, который, видно, хочет с тобой говорить и послушать вежливо. Прежде всего, постараться слушать. Это нечестно. Нечестно в чём? Нечестно будет, если ты скажешь, что ты можешь помочь ему, хотя на самом деле понимаешь, что помочь ничем не можешь. Он просит помощь корове. Значит, он просит что-то конкретное, что ты вылечил корову. К примеру, если ты скажешь, что можешь вылечить, хотя знаешь, что этого не умеешь делать, тогда это будет нечестно. Нет, я имею в виду, что он просто хочет говорить. Но это к честности не имеет отношения. Или вернее, нечестным будет, видимо, подразумевается, что с ним можно поговорить, ты с готовностью откликаешься, но не хочешь говорить. А делаешь вид, что тебе интересно разговаривать. Эта нечестность подразумевается. Это я имею в виду, тогда как будет для него... Это нормально. Это нормально. Ведь если вы хотите помочь кому-то и пробуйте вникнуть в трудности, в проблему, которые приносит к вам человек, кто-то из ближних, это будет ощущаться негативно. Он будет проблему проводить, передать вам. Вы будете чувствовать некоторую болезненность. Чем дольше это будет происходить, тем больше будет у вас проявляться усталость от того, что происходит. Усталость, в свою очередь, подтолкнет к тому, что у вас начнут проявляться естественные реакции защиты. У вас будет возникать раздражение. То есть вы захотите оттолкнуть источник, который приносит вам негативные переживания. Это естественная реакция. И, конечно, правильная реакция будет человека уже, устремленного быть полезным ближним, исполнить Божие. Это преодолеть раздражение, постараться его не проявлять. И по возможности, дружи людно, насколько удастся этому человеку, попробовать пообщаться и как-то успокоить человека. Это нормально будет для себя. Скажите, пожалуйста, вот работа для выживания и творчества, как они соотносятся на вашем примере и как-то в общении, ну, в общем. Чтобы сделать все необходимое, в чем человек нуждается в жизни на Земле, неизбежно связано с проведением творчества. Развитие тех ремесел, которые во множестве уже даже начинают быть забытыми, а что-то, может быть, уже и забылось. Но хорошо умели люди делать раньше. Вот эти умения вновь нужно воскрешать, восстанавливать. Нужно будет учиться многое делать своими руками, но делать не как обыкновенное ремесло, а когда каждое произведение человеческих рук, оно должно быть аналогично произведению искусства. Потому что в каждый из них, из этих произведений, он вкладывает все в свое сердце, старается сделать его как можно лучше, а не просто лишь повторять, делать много, чтобы заработать. Эти ремесла все нужны, обязательно многие, на которых успешно живы однажды, воскресить, потому что они несут очень важные особенности в развитии человека, в его формировании, в его личности. Я хочу задать вопрос о далеком прекрасном, когда любовь повладеет человечеством истинной любовью. Изменится ли гармония природы от этой любви человеческой? Как сказать, будет ли она добрее? В природе нельзя применить термин «добро». Гармония не может меняться, она всегда была и будет оставаться и основываться на тех законах, которые изначально были заложены в основу формирования мира материи. В тот момент, когда начинали появляться первые звезды, первые планеты, первое уплотнение энергии, которое задал Творец мира материи. Тогда был задан закон информационных полей, на основе которых до сих пор продолжает и будет бесконечно формироваться Вселенная. Там заложены определенные законы, благодаря которым эта Вселенная формируется и удерживает внутри себя некое определенное условное равновесие. Человек своей деятельностью нередко отклоняет равновесие в негативную сторону. Тогда включаются механизмы остановить человека, чтобы вернуть отклонившуюся чашу этого равновесия к норме. И вот эта остановка, которую природа задает для человека, она, конечно, сурово, нередко сурово очень проявляет себя, несмотря на то, ребенок и отклоняет, родители, взрослые, пожилого возраста или кто бы то ни было. Ответ всегда очень суров. Этот организм начинает тяготеть к самоуничтожению. Такой закон природы. И можно в данном случае говорить только об одном, что начиная нормальную деятельность, человек, он создаст максимально благоприятную условие, когда те потенциалы, которые существуют в данном случае на Земле и присущие характеристикам Земли, они будут проявляться максимально благоприятно. Но что бы ни было с Землей, оно всегда пребывает в законах гармонии. Даже ответ составной Земли на деятельность человека и порой, когда это проявление может погубить множество людей, это тоже гармония. Это нормальное проявление закона гармонии. Человек, научившись правильно использовать потенциал, заключенный в нем, он начнет правильно контактировать с законами мира материи. И если он продолжает жить на Земле, он очень хорошо будет чувствовать то, что происходит с Землей. И у него всегда будет возможность использовать естественные явления Земли таким образом, чтобы это не принесло каких-то негативных последствий живущим на этой Земле. То есть человек сможет пользоваться этими силами природы благоприятным образом, и когда уже силы природы не смогут пугать человека, группу людей уже не сможет неожиданно настигнуть цунами или какой-то страшный ураган, который поломает их жилище. Этого не сможет быть. Принцип жизни человека исключит такую вероятность. Но мир материи сильно изменится благодаря тому, что человек призван будет сделать. В какой-то мере уже было упомянуто на нашей встрече, что человек рожден на самом деле с большим смыслом. Он рожден изменяет структуру мира материи. Поэтому пред вами на самом деле пролегает путь вечности. Вы вечно будете это делать. Именно с этой целью ваш мир духовный, ваша душа была создана таким образом, чтобы она не подвергалась законам старения. Она способна быть вечной. Будет меняться тело как инструмент, благодаря которому ваша душа вмешивается в закон материи. Сама по себе душа не может воздействовать на мир материи. Ее структура очень сильно отличается информационно от полей мира материи. От полей это на случай земли. Но когда душа проявляется посредством биологического организма, которым вы можете обладать, вы можете очень тесно воздействовать на окружающий мир материи, в котором живет ваше тело. И в данном случае проявляясь творчески, когда человек будет всецело реализовывать свою любовь, свой восторг, свое умение любоваться окружающим миром, свое правильное, гармонично, бережное восприятие окружающей реальности, когда он именно исторгает из себя радость и творит своими руками, условно говоря, что он может и петь, может и делать руками, даже просто существуя и думая правильно, он источает определенные вибрации, где благодаря именно способности человека любить, из него исходит уникальная вибрация, которую больше, кроме человека, не может никто источать в мире материи, хотя помимо человека, во вселенной существует очень много разумных цивилизаций, похожих на жизнь человека, но никто из них не обладает духовной основой, никто не обладает душой, которой обладает человек, поэтому вы имеете уникальную возможность воздействовать на этот мир материи, где, когда вы полноценно позволите своим духовным особенствам проявиться через психические возможности вашего тела, вы очень своеобразно противодействуете на структуру окружающего поля мира материи, и оно приобретет некоторые изменения, очень важные изменения, которые сделать должен только человек. Если применить образ, то можно будет сказать, что материальный объект начнет источать благоухание, но это образ, потому что более точно сказать языком существующим в общении человека будет сложно, то есть изменится очень сильная структура полей мира материи, и прежде всего там, где проживает человек. Вот поэтому, чтобы изменить характерно поле всей Вселенной, человеку предстоит ее заполнить. Так что отсюда вы можете представить, как велик путь, который перед вами возлег. И земля это только лишь начало, дальше звездное поле, которое вы наблюдаете на небосклоне ночью, это ваш дом, и вам нужно быть там бесконечно распределяться. животные так и будут поедать вот вот это жесткость так и жесткость это дом материи, там все происходит гармонично, и очень важно, этот цифр нельзя нарушать, но в зависимости от того, какие условия вокруг происходить, там могут произойти тоже определенные изменения, но там заложены законы природы, которые не стоит менять и требовать от животных, чтобы они жили, как человек. У них все это происходит гармонично, перегибов там никаких нет. Это главная особенность, которая позволяет человеку быть гармоничным в природе, независимо от того, какую агрессию он на тот или иной момент способен проявить, где только человек обладая уникальными качествами своего чувственного мира, в этой области, в которой проявляет животное себя гармонично, именно человек способен поступить гораздо хуже, чем поступает животное. Это происходит до этих дней. То есть такого вреда, который человек проявляет, не контролируя свой чувственный мир и позволяя себе источить то, что у него внутри возникает безгранично. Такого вреда, как делает человек, ни одно животное не делает. Поэтому на самом деле сейчас еще человек пока он даже хуже, чем животное. Поэтому задача стоит глобальная, чтобы тот, кто стремится себя называть человеком, по-настоящему человеком стал. это еще задача. Наше время прошло. Спасибо тебе большое за что пришли к нам прийти, и что были встаны этот вечер. Те люди, у которых еще остались вопросы, наверняка через несколько времени в этом музыке однако то есть я не зря это. Это спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ